с вами шумики и мы продолжаем пройдите ру под названием трехтысячная дуэль так у нас короче два варианта куда идти право либо вверх слева у нас есть лифта поэтому давайте сразу метки уберу потому что я тоже собрал и тут ничего такого нету давайте тогда поднимемся по лифту посмотрим что сверху либо можно как вариант пойти все таки с направо давайте сначала он по лифту поднимемся посмотрим а потом направо мы возвращаемся идем тогда вниз я вспомнил это место она опасно пока что пока что она опасна для нас поэтому думе пока что сюды к этим чудикам это тоже эти скелеты похода эти скелеты везде но копил очень широко поэтому она хорошим использованию она хорошая поиспользовала короче одной заряженной атаки мне принципе и одной одного удара хватает чтобы убить снова до хера мест фиг пойми куда идти фиолетовый до камень портал это мы сейчас как раз или портнемся к порталу это мы найдем сами что они чего ничего не найдем зато нас перейс сокращение пути по крайней мере я не знаю куда еду я просто куда-то еду эй вы человек или монстр что скажите что вы человек слушая дали спросите про свой свой оружие фух слава богу я гибрид ты из рощи просвещения макрослав не обойти все окраины земли в поисках новых знаний у каждой вещи есть свой основной атрибут один из таких атрибутов называется холодом особо убойная атака холода может его заморозить просто превратить в кусок льда можно разморозить нужно быстро нажать клавиши нажимать клавиши хорошо легкие клинки позволяет наносить быстрые удары и атаковать врагов над вами научитесь общаться с этими оружием проще всего широкие мечети тяжеловатые но по убойственным превосходствуют другие виды оружия на самом деле вы можете носить куда более урона чем указано в характеристике оружия копья обладает наиболее дистанционного удара и удобны для боя с врагами находящихся на земле рекомендую выбирать оружие в зависимости от условий схватки и противника ну вы видите я пока что только 2 могу но мне очень много нужно прокачивать мы в основном будем с вами скажу так прокачиваться давайте сюда метку типа это фиолетовый инвентарь так во первых осколок боевого духа осколок содержащий эссенцию боевого духа если его разбить высвобождается энергия немного повышает атаку на определенное время короче если что два улучшения которые типа лучше допустим осколок боевого духа до использую и какой-то кристалл там допустим то будет использоваться то что лучше то есть не это до которые немного повышает а который сильно увеличит снаряжение амулет русалки амулет созданной русалкой украшены великолепным голубым камнем и когда-то принадлежал русалки если вы надеть немного повышает устойчивость к холоду если его надеть дополнительно повышает силу атаки атакующих заклинаний за них только пятерку дают найс ты тайминги далее вниз а то есть они еще исчезают куда-то на прикус с этим ну карту желательно все открывать так окей но у нас раз вилочка ладно так магическая свеча инвентарь и магическая свеча свеча наделенный чудотворной силой использовав древних ритуалов с незапамятных времен если ее защища она мгновенно восстанавливает немного магии заклинаний снаряжение меч капитана и он лучше это плюс еще и легкое оружие это меч принадлежит капитану который умер вернувшись из долгого плавания меч украшен искусственной резьбой и несмотря на солидный возраст достаточно острый чтобы наносить смертельные рывки ну видите минус только в том что он делает два удара допустим тот же тоже копья наносит три удара найс прыжок не работает а как я могу дарить вы для над собой да я могу бить копье над собой не может бить короче я понял да я лучше подожду так это получится я 0 ко мне 6 дам ну раз меня выиграли ну здесь ударов 5 да у нас а здесь мин так я туда не далечу подожди у оружие сколько-то свойства да нет минуточку 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 минуточка минуточку мNow но напишет когда мне удачная так произошла ясно так сначала по нему уровень сохранюсь теперь я изучу навык хорошо так это я открыл но мне сейчас плевать сейчас вернемся тогда сколько четырнадцать минут да я не хотел сюда прыгать так еще есть на улучшение зараза монахи далеко ушел воспоминания о страже канала я вспоминаю одну историю сейчас канал почти разрушен но когда-то он связывал королевство с владением гномов наших давних союзников безумный король как прозвали его паданные велел прекратить к перекрыть канал и приказал стражам канала убить всех кто попытается проникнуть в королевство инвентарь большое изделие силы с помощью запретной алхимии если выпить мгновенно восстанавливает умеренное количество да туда пока тоже не попаду смысл а это другой вылез зараза а 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 главное работать на оборотах а 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 но мы все равно сейчас поднимемся чтобы сохранить да и прокачать себе выносливость немного нам выносливости хотя бы надо ну на 4 рывка 45 рывка поверьте она потом так сильно будет помогать с боссами чтоб попасть в какие-то места в которые мы можем сразу попасть даже без как-то промежутка времени для одного врага не хватает что ли серьезно сколько мне надо ну может я найду врага ладно плевать погнали на босса мы все равно эти души потом будем много зарабатывать нам нужно будет очень много тратить тема у камень используя да и все не морочиться а это еще и страж плюс окаменелый страж канала старое но попасть в а вот а он а а в а а а первые сложности пошли здесь сложность идет в том что я не поймёк как вы убивать 0 комментариев zero zero комментариев плана меня в оружии пускай он медленно но блин а что будет на второй стадии нужно было таких и покачать а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 инвентарь снаряжение копьем а что мне дали старый топор старый топор обычный топор с древним с деревянным топорищем и затупленным лезвием у него нет никаких уникальных свойств но для начала сходиться вы видите то есть врагов можно нормально повыбивать так не вниз вниз влево короче по левой части надо двигаться а туда попасть мне нужно как-то залететь просто так я туда не залечем мне надо бочком туда залететь бочку мы залететь не получится так вниз и наверх как раз еще на один уровень хватает еще на один уровень до еще один золотой пояс теперь у меня подожди могу сразу водить могу прикиньте и она пускай ладно урон будет еще один золотой пояс наш митинг золотых поясов это лучше энергия так что у нас по подъему наверх лан давайте тогда я думаю на этом с вами закончим поэтому всем спасибо за просмотр давайте ладно в углы полетаем и все поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока